Как яркий пример социально ориентированной деятельности НКО можно привести прошедшую сегодня благотворительную акцию для пожилых людей, проживающих в Пустозерском доме-интернате, организованную творческой студией «Чудо-ручки» под названием «Свежи тепло». Каждый желающий мог подарить частичку своего тепла и добра посредством теплых изделий, связанных своими руками. Вместе с волонтерами прикоснуться к добру отправилась и наша съемочная группа. Для Галины Васильевны такой подарок, как и для любого пожилого человека, очень полезный. Говорит, хоть в комнате и тепло, но на прогулке ноги все равно мерзнут. А гулять Галина Васильевна вместе со своей подругой Зинаидой Александровной любят. И не только гулять. Мы с культурой занимаемся, по дорожке бегаем, накачиваем, все качаем. Здоровым телем, здоровым телем, здоровым. Вместе с Галиной Васильевной и Зинаидой Александровной радуются своим подарком еще 84 жителя дома-интерната. По словам сотрудников, гостей пожилые люди ждали, ведь для них знак внимания – это уже настоящий подарок. Столько много носочков, мы очень все рады, проживающие все рады. Мы раздадим каждому. И даже у нас еще останутся в запасе. Да, и такой большой кулек конфет. В общем, все прекрасно. Это был такой маленький Новый год у нас сегодня. В канун Нового года. Хотя до Нового года еще почти месяц. В общем, мы всем благодарны. Всем жителям. Чудо-ручка. Они к нам еще будут приходить. Мы будем проводить с ними различные мастер-классы. В общем, жизнь у нас кипит. Все хорошо. Мы живем в теплых носках, в теплом доме, в теплой обстановке с хорошими северными людьми. А люди в доме-интернате живут и вправду очень хорошие, добрые и открытые. Получив носочки, они как дети. Принялись скорее открывать упаковку и примерять долгожданный подарок. Хорошие носки, хорошие. Примерите по размеру, как вам? Хорошо. Ой, как на вас сшито. Скажите, носите вообще носочки? Да, ношу, ношу. А, греют ноги, да? Да, да. Всего в акции приняли участие 86 человек со всего округа, в том числе из населенных пунктов. Добрые руки смогли связать 128 пар теплых, невероятно красивых, а главное, заряженных добром и теплотой носочков. Такое количество, оно очень радует, что народ проникся и уделил свое внимание, уделил свое время драгоценное, которое не хватает нам никогда. Они уделили это время для того, чтобы проявить свою заботу и тепло своей души. И пусть акция подошла к концу, сделать доброе дело никогда не поздно. Двери дома-интерната всегда открыты для добрых и неравнодушных северян, которые хотят поделиться своим добром и теплотой своей души.